Здравствуйте! Где ремонт продолжится, где он скоро начнется, где завершится на федеральных трассах? Вот об этом мы сегодня будем беседовать с моим гостем. У нас в студии Сергей Аники, начальник федерального управления автомобильных дорог Ениси. Сергей Александрович, здравствуйте! Здравствуйте! Давайте с южного управления начнем, потому что это самое загруженное направление, которое только можно представить. Это от Красноярска в сторону Хакасских озер, в сторону Диногорска. Не секрет, что там в выходные возникают огромные пробки. И в том числе это связано не только с количеством водителей, но и с ремонтными работами, которые проходят в этом направлении. Когда все завершится? Ну, все завершится полностью в октябре, но и то не окончательно, потому что будут еще работы, которые проводятся будут в зимнее время. Хотелось бы напомнить, что в текущем году на территории Красноярского края на федеральных трассах мы отремонтируем 142 километра. Это 80 километров на трассе Р-255 Сибирь и 60 километров на трассе Р-257 как раз и неси наше южное направление. А вот и там сейчас идут в активной стадии. Там у нас получается, если брать участки до Хакасских озер, 4 участка. Это 61-72 километра, это между Дивногорском и Верберюсой. 82-115, это от Верберюсой до почти границы с Балахтинским районом. 183-й, 193-й и 247-257, также 234-241. Наиболее напряженный... Цифр очень много, да, но наиболее напряженный, так понимаю, как раз тот 28-километровый участок. 33-х. 33-х километровый участок, действительно, да, действительно. 82-й, 115-й. 33-й километра, да, то есть дорога, на самом деле, участок сильно напряженный, не напряженный не в плане даже интенсивности движения, а в связи с тем, что выполняется большой объем по капитальному ремонту посредственно самой дороги. Там капитальный ремонт? Там идет капитальный ремонт, он рассчитан на два года, то есть мы будем работать в этом году еще и в следующем. То есть и в следующем году будет такая же ситуация? Так, ситуация будет не такая же, но работы будут выполняться, потому что надеемся, что в основную часть замены труб мы произведем в зимний период. То есть фактически, почему там идет и задержка движения, что участок был построен в 69-м, там, 70-х годах. До настоящего времени он капитально не ремонтировался. Ни разу за 50 лет? Нет, были только ремонты по покрытию, непосредственно по самому. Все остальные искусственные сооружения не работают уже 50 лет. То есть мы сейчас заменяем трубы, которые были построены в 60-х, 70-х годах. Что за трубы? Это водопропускные трубы, которые как раз обеспечивают перепуск воды с одной стороны дороги, на другую, чтобы не было размывов, застоев и всего остального. То есть на участке расположено 46 таких труб, которые подлежат замене. То есть на 33-х километрах 46 труб, которые нужно и необходимо заменить, для того, чтобы дорога в дальнейшем функционировала чуть-чуть минимум 50, а то и более лет. Поэтому это уже ситуация назревшая, и просто ремонта мы там уже пройти не могли. Поэтому целенаправленно зашли туда с капитальным ремонтом, чтобы за два года ее полностью привести в порядок, и наши пользователи спокойно и качественно ездили по хорошим дорогам. Почему нельзя было... У всех водителей возникает вопрос, сделать это в мае, в июне. Чтобы еще до начала активного... Вы же прекрасно понимаете, что самый активный сезон в Южном управлении – это июль месяц. Когда жарко, когда можно купаться в озерах и так далее. Когда там тот же фестиваль «Мир Сибирик», все туда едут, а потом обратно возвращаются в гигантских просто пробках. Ян, конечно, мы это знаем, и мы на самом деле такие же пользователи, условно, хакасских озер и южного направления. Мы сами там ездим и все это прекрасно понимаем. Разве вы все прекрасно понимаете, почему в мае не здесь? Но здесь есть как раз один нюанс, что это природно-климатические условия района. То есть по факту там в мае еще идет снег, в сентябре уже опять идет снег. Как я уже сказал, объем работ очень большой. Поэтому мы вынуждены работать как раз в самый пиковый жаркий период. Для того, чтобы как раз успеть. По факту, если говорить об этом, мы могли сделать, условно, работать в июне и в августе, чтобы минимизировать пробки. Тогда бы мы его делали лет шесть. Но я не думаю, чтобы кому-то это понравилось. Поэтому для того, чтобы оптимизировать как раз в период времени, мы выбрали полный цикл строительства. Это вместе с зимой, как я уже сказал. И планируем закончить его в следующем году, к октябрю следующего года. Участок полностью, все 33 километра. Ну там же, по-моему, объездные дороги вы делаете? Все 46 труб, они подлежат замене, поэтому на каждой трубе есть своевременная объездная дорога. 46 объездных участков? 46 объездных, да. В настоящее время уже практически по всем объездным дорогам проведены подготовительные работы. И в зиму мы планируем как раз уже в следующей весне закончить практически все трубы. Чтобы зайти как раз капитально с асфальтобетонами, с выравнивающими слоями. Закончить его осенью следующего года полностью. На этот год по плану у нас закончить полностью 5-километровый участок. Частично закончить еще 10 километров. На 18 мы выходим в зиму уже с трубами. То есть в зиму будет перекладка труб. То есть и зимой на этом участке будут ограничения. И будет не все так просто. Конечно. Но на самом деле у нас участок и так непростой. Как я уже сказал, это перевальный участок. Это перевальный, да. Да. Поэтому с учетом того, что у нас еще будут временные объездные дороги, он будет напряжен. Но с точки зрения, если еще против водителей, то будет еще и аварийный участок. Но давайте будем говорить честно. Потому что скоростной режим на таких участках, он все равно так или иначе. Водители стараются придерживаться 90, а некоторые умудряются еще чуть выше ехать. То здесь, я так понимаю, скорость 60 это будет все, что будет возможно. Ну, на временных объездных дорогах вообще ограничение до 40 километров в час. Фактически. И там быстрее ехать нельзя, потому что это кривые с малого радиуса с переходным типом покрытия. Если превышаешь скорость, соответственно, последствия будут... Переходный тип покрытия это у нас гравий, да? Это, ну да, щебень гравий. То есть мы с асфальта съезжаешь на гравий, и только там 40... А насколько протяженные эти объездные участки? Ну, объездные дороги у нас, как правило, длиной по 150-200 метров, но плюс полосы отгонов, соответственно, для того, чтобы сбросить скорость на участок, получается метров 400 общий. И таких по 400, по 200 метров, 46 участков... В общей сложности 46, но, соответственно, на всех 46 сразу мы не работаем. Работа идет одновременно порядка 4-5 труб. То есть фактически сейчас уже 4 трубы сделаны. В четвертой сейчас как раз должны запускать уже движение напрямую. И, соответственно, переходит на следующую трубу. То есть мы сверху, с перевала потихоньку спускаемся вниз, кверх беремся. То есть в идеале вот этот участок с 82 по 115 километр будет отремонтирован полностью где-нибудь к ноябрю следующего года? То есть можно будет ехать спокойно прямо? Да, конечно, с октября следующего года. То есть снимутся все ограничения на нем. Больше года еще? Больше года. К сожалению, да, но здесь я могу только попросить прощения из-за временной и неудобства, которые мы создаем. Но на самом деле мы делаем как раз для автомобилистов и для себя в том числе. Самое главное, чтобы там были предусмотрены все знаки, чтобы автомобилисты понимали, куда ехать и какой скоростный режим. И здесь уже к автомобилистам надо просто обратиться, что вот там скоростный режим... Следовали, чтобы знаковая информация в обязательном порядке. Потому что, к сожалению, превышение там или исследование знаковой информации приводит к плохим последствиям. Но там уже были такие последствия. К сожалению, на каждом ремонтном участке у нас такие последствия бывают. Вне зависимости от расставленных знаков, регулировщиков, к сожалению, это бывает регулярно. Возьмем теперь тогда западное направление, сторону Ачинска. Там еще один проблемный участок – это строительство путепровода через железнодорожные пути, если я не ошибаюсь. Это 702-й километр. Да, реконструкция путепровода на 702-м километре, но с точки зрения проблемности и пробок, как на участке капитального ремонта, там такого нет. Потому что функционируют две полосы, по проскопроводной полосе в каждую сторону, то есть они на отдельном путепроводе, который мы построили в прошлом году. Таких заторговых ситуаций там нет. Это, к сожалению, там проще. Полностью открыть движение мы по нему планируем в сентябре. В настоящее время уже собран путепровод. У нас осталось уложить только балки среднего пролета. Для этого нам необходимы как раз окна РЖД. То есть полностью остановка движения поездов и отключение контактной сети. Как только РЖД сможет выстроить свой график и предоставит нам эти окна, мы, соответственно, поставим оставшиеся балки пролетного строения на путепровод. И к сентябрю уже закончим и мы полностью откроем движение. То есть будет полностью четырехполосный участок. То есть две полосы в одну сторону, две полосы в другую. Потом они, насколько я помню, даже не совмещаются друг с другом между ними. Нет, между ними расстояние там порядка 40 метров. То есть они разведены полностью. То есть у нас там участок четырехполоски длинится почти на 2 километра. Ну а есть там, где все равно так или иначе потом влетаешь в бутылочное горлышко? После него у нас в любом случае переходит опять в две полосы, соответственно. Мы едем по двум полосам движения. А там есть какие-то наметки, чтобы в дальнейшем продолжить вот это вот четырехполосное движение по трассе? В планах у нас есть и разрабатывается проектная документация на ликвидацию между Ачинском и Красноярском всех участков двухполосного движения. Это к какому году? Ну, загадывать сложно, но на самом деле планирую хотя бы к году к 26-му полностью это закончить. Это очень долго, 7 лет еще ждать примерно. Ну, к сожалению, у нас парк автомобилей гораздо быстрее возрастает, чем есть возможность у Дорожного фонда для строительства новых дорог. Там, я так понимаю, что уже впоследствии, когда закончим четырехполосное движение, надо будет переходить уже к шестиполосному. Ну, здесь развитие событий сложно предсказать. Какие новые участки ремонта появятся в ближайшее время? Какие участки ремонта закроются в ближайшее время? Я говорю как раз вот примерно в начале августа. Или мы снова... В окончании работы у нас уже уходит участок 708, 7-й, 792-й километр. Это подъезд четырехполоска как раз у Емельянова. Начало четырехполоски от деревни Сухой до путепровода на аэропорт. То есть там уже заключительная стадия, то есть в августе мы должны там его уже закончить. При этом у нас работы начнутся на восточном направлении трассы 255 Сибирь в Манском районе. Но они продлятся там, условно, движение ограничения будет до середины сентября. То есть там небольшой ремонт, мы его должны в течение полутора-двух месяцев закончить. То есть все равно новые участки будут появляться? Конечно. На самом деле у нас система спыстрена таким образом, что мы планируем работы заранее. И участки, которые мы должны ремонтировать на следующий год, мы, как правило, стараемся заключить контракты и законтрактоваться в предыдущий год. Для того, чтобы у подрядчика была возможность сделать заготовку материала, подготовку техники, всего остального, выйти и в оптимальном, в кратчайшие сроки отремонтировать участок. Мы ушли от практики заключения контрактов однолетних. Практически ушли. То есть теперь участки ремонтируют несколько лет, как бы одни и те же? Контракт получается на несколько лет, фактически участок ремонтируется в один текущий сезон. То есть это дает возможность подрядчику взять кредитные средства, оборотные средства пополнить, провести заготовку материалов, ремонт техники, полностью подготовить все к участку. То есть уже знает объемы, количество потребностей все. В зимний период он, соответственно, этим занимается. А качество дорога из-за этого, оно растет или нет? Конечно, растет. Потому что в южном направлении сейчас кто ездит, все говорят, что как-то не сильно хорошо ремонтируют. Но на самом деле сейчас оценку вести участка того же, например, капитального ремонта 82-1151 сильно рано. Потому что там на верхние слои дорожной одежды, ну так называемый верхний слой, там нижний слой, еще и не вышли. Там сейчас ведутся работы только по выравниванию старого покрытия. Для того, чтобы потом зайти и положить еще сверху два слоя покрытия. Поэтому оценку качества им давать очень рано на самом деле. Когда завершится, уже финишный слой покрытия ляжет, тогда уже можно будет говорить о том, каком оно состоянии. А если говорить опять же про 82-115, то там покрытие, которое было, оно было тоже совсем не в лучшем состоянии. Автомобилисты там двигались и так со снижением скорости. Потому что оно уже свой срок службы давно отслужило, причем не в один раз. Ну 50 лет, да, это очень много. Спасибо большое, что пришли к нам в студию. Спасибо, что все разъяснили. Конечно, понятно, хотелось бы, чтобы ремонты делались как можно быстрее, как можно качественнее. Потому что действительно заторвали ситуации, мешают на трассах, там особенно развивают скорость. И расстояние между городами очень большое, и путь растягивается. Но, тем не менее, я думаю, что мы, водители, согласны потерпеть. Главное, для того, чтобы это было сделано очень хорошо. Мы все сделаем хорошо. Мы вас поймали на слое. Спасибо, что пришли к нам сегодня в студию. Сергей Аникин, начальник федерального управления автомобильных дорог Енисея. Сегодня был у нас в гостях. Всего доброго, до встречи. Субтитры подогнал «Симон»!